Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Первый раз ты у нас сегодня, да? Да, дебют. Как это называется? С почином, да, с дебютом, да-да-да. Почи, доброе утро. Да, сразу прям ближе микрофон, прям вот обними его покрепче, весна, да, хочется каких-то близких контактов. Ну и мы сразу, наверное, сообщим всем нашим слушателям и зрителям, друзья, если у вас появятся вопросы к Михаилу, они касаются, сегодня мы говорим исключительно о футболе, вообще обо всем, что с ним связано, и внутренний чемпионат, я думаю, затруднём ближайший чемпионат мира, да, который в середине июня стартует. Пожалуйста, свои вопросы присылайте, плюс семь девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь, один восемьдесят девять и девять, это ватсап, вайбер и, как это ни странное смс-сообщение, возможно, к ней кто-то пользуется. Я вот специально, знаете, нашла кнопочку «Закрепить», закрепила, пост в самом верху, задавайте свои вопросы. Я так поняла, вчера прошёл какой-то очень-очень важный матч. Это вот, Миша, это нормальный вопрос, Валерий Майорова. Нормальный вопрос, да. Я так понимаю, что вчера прошёл какой-то матч. Ну, я край муха слышала, что... И, возможно, это даже матч по футболу. Матч по футболу, это я точно знаю, мы же про футбол разговариваем. Ну, по поводу «Динамо» и «ЦСКА», да, мы чуть-чуть об этом ещё не говорили. Да, матч действительно был важным, важным для обеих команд. «Динамо» борется за выживание, «ЦСКА» боролся, по крайней мере, за чемпионство. И тут вышло так, что «ЦСКА» неожиданно дома уступил со счётом 1-2, и это внесло изменения в расклады гонку за золото. Теперь, наверное, «ЦСКА» отвалился от золотой гонки, потому что отставание уже от локомотива слишком велико. И, видимо, «ЦСКА» аукнулся всё-таки тяжёлый календарь. Сейчас «ЦСКА» — единственная российская команда, которая играет в Еврокубках. С «Арсеналом» лондонским уже первого матча в Лондоне сыграли. Устали, что ли, просто получается? Да, команда всё-таки не очень большим составом располагает. Игроков не так много, финансовые проблемы уже который год наблюдаются. И поэтому приходится чем-то жертвовать иногда. Да, сейчас игры идут через три дня на четвёртые, через два на третьи, и устали. А вот ты сказал, так, наверное, отвалился. Так всё-таки отвалился или, наверное, есть какой-то маленький шанс, что они сейчас как вот прям раз и привалятся обратно? Я вот тоже хотел бы, я добавлю просто, Валерий, то есть там вот чисто математически уже не получается, да? Ну, люди говорят, тренеры и футболисты, пока шансы математически есть, мы будем бороться. Но всё-таки сейчас уже осталось пять туров всего лишь до конца привести. Ну, в данном случае ЦСКА осталось шесть, и там каким-то команда пять, каким-то шесть. Но отрыв уже очень серьёзный, у Комотива 52 чека после 24 матчей, у ЦСКА 44, то есть на восемь меньше. Такое, наверное, за шесть матчей не отыгрывается. Ну, вообще, это вот как-то это... Как же сказать-то... Никак. Ну, я к тому, что все ждали всё-таки победы от ЦСКА, конечно. Ну, конечно, конечно, это был шок, это был просто шок. Удар, не побоюсь этого слова. Это был просто шок, потому что действительно всё очень неожиданно так произошло. Так, я предлагаю сейчас этот шок как-то нам пережить в нашей компании. Прервёмся на песню, а потом вернёмся и продолжим разговаривать о футболе. Да, правильно я говорю? Всегда во вторник, дичь, что футбол. У вас просто любовь, у меня сумасшедшая, да, потому что, ну, я где-то что-то знаю, где-то слышал. Но самое главное, я очень горячо всегда болею за наших ребят. Ну, и вопросы потрясающие, Валерий, конечно. А какой чемпионат сейчас продолжается? А ты зачем выдаёшь? Я поэтому мне эфиры и спросила, чтобы сильно не позориться. Кстати, взял меня и сильно опозорил. Но я что подумала, что всё равно чемпионат-то наш, чемпионат России. Значит, я за всех болею. Значит, кто бы не выиграл, уже хорошо. Молодец. Давай напомню, что у нас сегодня у гостя корреспондент из Дальского дома «Спортэкспресс» Михаил Гончаров. Миш, доброе утро ещё раз. Доброе утро. Мы поговорили по поводу вчерашнего удивительного, такого неожиданного матча, да, матча с неожиданным финалом между «Динамо» и «ЦСК». Давай обо всём остальном, что сейчас происходит во внутреннем чемпионате по футболу. Ну, я хочу в первую очередь сказать, что у нас шикарный чемпионат в этом году. Его многие не любят, критикуют, играть не умеют, говорят. Но мне кажется, это заблуждение, да, может быть, уровень не такой, как в Англии или в Германии, но у нас он непредсказуемый. Ну, как минимум, он неожиданный, да. У нас есть интрига, да. У нас лидер, локомотив, от которого вообще никто этого перед началом чемпионата не ждал. И он сейчас уверенно лидирует, на пять очков опережает по потерянным именно очкам преследователей и, скорее всего, наверное, станет чемпионом. А вот сами товарищи из «Локомотива», они как объясняют свой успех внезапно? Их как-то так промотивировали волшебно? Поначалу они были в шоке. Сами? Да, первые там 10-15 туров, когда их спрашивали о чемпионстве, ой, да вы что, они там, мы сами об этом не думаем, для нас это шокирует. Сейчас, конечно, они уже защищаются. То есть, вот, мы лидируем, надо решить задачи. Они уже чувствуют себя увереннее. Ну, конечно, времени столько прошло, уже привыкли к лидерству. Слушай, ну, мне кажется, они кривили душой все-таки, когда произносили эти слова, потому что, ну как, ну, профессиональный спортсмен, разве не любой ли спортсмен профессиональный мечтает о том, чтобы стать чемпионом? Нет, мечтать-то мечтают, но просто есть такое понятие, вот, если мы добились этого результата, для нас это уже хорошо. Они раз прям, ну, я так понимаю, это заслуга тренера, прежде всего. Заслуга тренера, безусловно, но не только, конечно, его. Там и коллектив такой хороший подобрался, там есть сильные легионеры, есть россияне опытные, молодые россияне есть. Но тренер Юрий Павлович Семин, он, ему уже за 70, он очень опытный и действительно... Ну, человек более чем авторитетный и уважаемый, да, тут без лишних слов. А слушай, а какую роль вот сыграли, скажем так, сыграла финансовая составляющая? Ну, я намекаю на том, что мы знаем вот историю «Зенита», например, да, где совершенно бешеный трансфер был, и там куча всего было, да, у них все хорошо в этом плане. В данном случае никакую. Локомотив не первый и даже не второй по бюджету в России. Он не может себе позволить гигантские трансферы. Там, по-моему, дороже двух-трех миллионов уже давно ничего не наблюдалось. Тут все-таки дело вообще не в деньгах. А если бы в них было, то «Зенит» бы сейчас шел на первом месте, уверенно, лидируя. Ну, да-да-да. Слушайте, как здорово. То есть это прямо такой живой показатель, что, ребята, не надо вот эти вот ваши потрясающие гонорары, от которых нас мурашивают каждый раз, когда мы зачитываем. Миша Майоров вздрогнул, да, когда прозвучала цифра. Два-три миллиона — это немного, да? Два-три миллиона! Ну что же это действительно для футболиста? И самое интересное, что люди с такими гонорарами раз и выигрывают, понимаешь? А люди с другими гонорарами расслабились и уже думают мысленно, как бы им вот куда они там впадают. Нет, ну речь идет не о гонорарах, а о покупках именно, то есть о покупках футболистов. Вот Зенит у нас перед началом чемпионата потратил очень много там за 80 миллионов евро на трансферы. Все думали, что он будет чемпионом. Ну и сначала-то пошло все замечательно. Сначала все шло замечательно. Они обыгрывали всех, они 5-1 сокрушили Спартак, лидировали, а потом как-то вот в конце осени все расклеилось. А с чем это опять связано? Да там какие-то непонятные брожения начались внутри клуба. Тренер не понимает игроков, игроки не понимают тренера. Вроде бы тренер такой за звездным именем выигрывал в Англии, выигрывал в Италии, но вот не пошло, бывает такое. А вот слушай, они являются сигналом для администрации, для того, чтобы кого-то из них, ну как-то... Менять. Да-да-да. Ну я так понимаю, перемены будут, но сейчас уже за 6 туров до конца... Ну когда все идет к финалу, да, ну... Да, то есть сейчас уже смысла большого нет, но по большому счету сезон, скорее всего, для Зенита потерян в очередной раз. Ах! Друзья, напомним, сегодня мы говорим о футболе. Пожалуйста, если у вас есть актуальные вопросы, касаемые футбола ЖЭБа, присылайте их, плюс 7, 909, 928, 1, 89, 9. Ну и также в нашей группе... Воттапайверсмс. Да, абсолютно верно, в нашей группе ВКонтакте тоже есть специальный пост, ждем. У меня вот эта песня навела на такие странные вопросы, я их сейчас задам, так что бойся, трепещи, сейчас будем позориться вместе. Давай напомним, Валерий, что у нас в гостях корреспондент из Дальского дома «Спортэкспресс» Михаил Гончаров. Миша, еще раз доброе утро, продолжаем говорить о футболе. Валерия, прошу вас. Да, вот это про там, да, вниманка. Если, значит, там за рубежом очень много всяких спортсменов, которые устраивают шоу, да, кто-то кусается, чемпионатах предстоящих, чтобы их зарубежные СМИ запомнили, ну, прям вот навсегда. У нас много будет чемпионатов, ты... Ну, один. Ну, хотелось бы, чтобы игрой порадовали, это в первую очередь. А так-то, ну, кусается там кто-то, конечно, бывает. Из наших кусается? Нет, у нас нет, у нас все спокойно, у нас ребята скромные, по крайней мере, ведут себя скромно. Ну, хотелось бы... Мы про сборную сейчас говорим? Про наших футболистов поговорим? Да, мы про российских футболистов говорим. Которые в шампанским поливались. Нет, ну, кусается Суарес там уже... Зубы-то уже не те, да, конечно, можно же без зубов остаться. Слушайте, давайте все-таки мы... Я предлагаю вернуться в чемпионат России, все-таки договорить о нем, а потом мы уже перекинемся на то, что нас ждет буквально через сколько? Через два с половиной месяца уже, да? Ну, по поводу Зенита, Миша, я хотел спросить, как вообще так получилось вообще, что они были фаворитами? Причем все же говорили, вот и твои коллеги приходили к нам, и когда мы задали такие вопросы, там, вот кто в перспективе, все говорят, перспектив нет. Однозначно будет, скорее всего, Зенит. 99 процентов. И вдруг он происходит с их финансовыми вливаниями, да, с их... Ну, там, у них были проблемы, ты говорил о том, между руководством футболистами, тренерами и так далее. Но, тем не менее, все-таки главная причина. Почему? Все началось осенью, когда умер спортивный директор Константин Сарсаня. Да, да, да. Он был там после этого. Не знаю, совпадение это или нет. Там много разладилось именно в психологическом плане. Ну, плюс еще вот, что касается весной, то сказались две травмы двух важных футболистов. Кат Кокорин, который, к сожалению, не поедет на чемпионат мира форвард, ведущий, он больше всех забил в команде, и центральный защитник аргентинец Маммана. Вот они выбыли. Плюс, конечно, непонятная политика именно главного тренера Манчини, который раздает хороших футболистов и просит купить. Ну, футболистов, на мой взгляд, слабее уровнем. То есть он отдал Дзюбу Ишатова, отказался от них, можно сказать, лично. А взамен взял футболистов, например, форвард Заболотный, который, ну, тому же Дзюбе уступает и уступает очень серьезно. На данный момент у «Зенита» просто нет хорошего состава, именно чемпионского состава. Ну, хотя Манчини сложно обвинить в неопытности, да, мягко говоря? Да, да. И если уж на то пошло, что с Дзюбой очень сложно наладить контакт. А, с Дзюбой там отдельная история. А Кокориниш тоже в последнее время очень много говорили, говорили, что буквально там человек просто там второе или третье дыхание, да, он нереально стал играть хорошо. Он очень классно начал этот сезон, и он, в принципе, был действительно лидером команды, стал лидером. Но вот весной, совсем недавно, месяц назад, порвал крестобратно связки колена, это значит полгода без него. Друзья, нам вновь надо прерваться ненадолго, 2-3 минуточки, послушаем прекрасную музыку на телерадиоканале «Страна ФМ», и вернемся к нашему замечательному разговору о футболе. «Страна ФМ» и «Спортэкспресс» представляют «Стране о спорте». Лайф. И еще раз всем доброе утро, это телерадиоканал «Страна ФМ» в студии Влад Кутузов, Валерия Майорова. Ну а в гостях у нас корреспондент издательского дома «Спортэкспресс» Михаил Гончаров. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Миш, ну мы хотели поговорить еще о грядущем чемпионате мира, но давай попозже о нем, наверное, мы все-таки добьем в хорошем смысле этого условия. А мы еще не добились? Нет, еще пока, Валерия. Вы удивитесь, конечно, чемпионат не один, да, их на самом деле два. Много играют, да, там, ну ладно. Есть внутренний, есть внешний, чтобы вы понимали. Да ты что! На счастье про кубки. Да. Слушай, туда лучше не лезть. Вы мне сейчас мозг поломали с утра пораньше. Ну давайте, начинайте. Ну давай, на самом деле, по-серьезному уже. Вот очевидно уже, что, конечно, от золота очень далеки стали, мягко говоря, «Зенит» и «ЦСКА», да, некогда явные фавориты. Теперь кто на что может рассчитывать? Ну там вот давай, потому что первая тройка гипотетическая, да, как она может выглядеть? Ну вот если бы задали мне этот вопрос две недели назад, то я бы точно сказал, что чемпионом станет «Локомотив». Там было восемь очков вообще отрыва, и казалось, ну нереально догнать. Но вот неделю назад буквально «Локомотив» проиграл до Мамкару. Ну вернее в гостях, но играли в Москве, но это долгая история, не будем о ней, это грустная история. И на этой неделе они выиграли у Ростова, ну так со скрипом, 1-0, еле-еле. И кажется, что все-таки непобедимыми не выглядят. А «Спартак» сейчас набрал ход, классный ход, действительно играет здорово. 4-1 выиграл на этих выходных. И все-таки, наверное, у «Спартака» есть преимущество. Это легкий календарь, потому что «Локомотив» играет еще и с Краснодаром, и с «Зенитом», а «Спартакой» играет уже с сердничками. Поэтому я ставлю на «Спартак». Слушайте, то есть происходит какая-то вот такая интересная, закономерная вещь, что люди начинают выигрывать внезапно, а потом в какой-то момент подраслабляются. Либо они устают, либо они думают, что они уже достаточно оторвались и сдуваются медленно. Я думаю, это психологическое давление. Команды не все привыкли лидировать. Это все-таки не так просто, на самом деле. Особенно для неподготовленных команд, игроков, которые никогда ничего не выигрывали серьезного. Может быть, «Локомотив» — это и произойдет, кстати. А почему это непросто? Ну, потому что вроде бы ты подошел близко к титулу, вот-вот он и случится, а сзади тебя догоняют, и на тебя все давят, а тебя все обсуждают, и тут бац, и какая-нибудь осечка, и вообще становится психологически невыносимо. Слушайте, так тут надо в интервью говорить, что если вам плюют в спину, радуйте, значит, они все позади. Вот это вот, знаете, ну, статусы ВКонтакте я периодически ошибаюсь. Все сложно. Вот это вот больше, мне кажется, подходит, да, знаешь, пишут, что жли. Слушай, ну вот то, о чем мы говорим, у нас в Аки есть замечательная традиция, да, которая чаще всего работает, когда мы первый матч проигрываем прям очень плохо, а потом вот, да, красная машина пошла и поехала. Я что хотел сказать? Я хотел сказать о том... Я хотел напомнить, что «Спартак» — действующий чемпион России ведь. Как ты считаешь, это помогает вообще или мешает? Я думаю, помогает, потому что «Спартака» сейчас более зрелый коллектив, чем в «Локомотиве», и сейчас кажется, что увереннее они, именно вот с психологической точки зрения, они выглядят увереннее, чем «Локомотив». Но пять очков — все-таки это серьезно, и «Локомотив» может и терпеть. Но «Спартак» сделал все возможное. Ну, то есть, получается, фавориты таких конкретных основных два, да, у нас «Локомотив» и «Спартак», соответственно. Между ними будет борьба уже. Мужчины, предлагаю прерваться еще раз. Мы согласны. У нас группа «Непара» — не вижу, там далеко написано. Да, скоро вернемся, стать океаном. Скоро все в отпуск поедут, но некоторые проведут этот отпуск в Москве, в Самаре, в Калининграде и в Санкт-Петербурге. Такие еще города, я забыла, их много там. Ты их думаешь, что их три, а их на самом деле намного больше? Взять хотя бы Москву для начала? Я сказала «Москва». Ты начала с Самары. Ну, это же просто потому что, да. По понятным причинам. Вот, я к чемпионату вас медленно верну. Да, Миш, ну давай, наверное, покинем, да, внутренний чемпионат, с ним более-менее все понятно. Хотя события меняются так быстро, что неизвестно, что будет. Но давай все-таки к чемпионату мира, который у нас с 15-го, да, все время... С 15-го июля. Ну, в середине июня. Июня. Июня, да, Валерия, конечно. Да что ж такое-то, никак не запомню. Как-то не складывается я с футболом сегодня. Да я почему-то нет, у меня не в первый раз не складывается. Я почему-то уверена, что в середине июля. Но прогнозы, дело неблагодарное, это все понятно. Как бы оставим это за скобками. Но тем не менее, как ты считаешь, вот что нас ждет? Вот, начиная от игры в нашей группе, когда первая встреча у нас с Саудовской Аравией, да, ну, понятно, что, скорее всего, мы, конечно, пройдем там, нам очень хотелось. А вот дальше? Из группы мы, наверное, выйдем, хоть ситуация сложная, потому что слишком много травм, слишком много травм именно важных игроков. Но группа у нас, чего ж скрывать, это простая, Саудовская Аравия. Ну, Уругвай. Уругвай, это Уругвай, но можно занимать второе место. А там без разницы, какое место занимать, на самом деле, потому что там в одной восьмой финала будет либо Португалия, либо Испания. Это обе команды, они очень сильные. И, ну, нет просто смысла рассуждать, какая из них сильнее, на кого лучше попадать, потому что и та, и та хорошая. Хорошая в смысле плохая. Ну, для нас плохая, да, для них хорошая. Вот, и я думаю, на одной восьмой все, если закончится, это будет, в принципе, нормально. Слушайте, ну, вот я понимаю, что такие вещи... Как-то это не очень пессимистично сейчас, извините. Оптимистично в смысле? Не очень оптимистично, да, конечно. Все сложно, да, вот это вот. Мы же смотрели матчи с Францией, вот с Бразилией недавно. И, конечно, игра пока у нас так себе, скажем. Слушайте, по поводу игры так себе, это ладно, это все про это говорят, но мы надеемся на лучшее. Я говорю, понятно, что не подложишь везде соломки, но неужели нельзя было как-то поберечься до вот этого вот главного, вот внешнего чемпионата? Чего же они бегали? Они должны были эти связки свои холить или лить, и вообще из дома не ходить. А вот знаете, когда бережешь себя, когда боишься получить травму, вот ты ее всегда получаешь. То есть это они береглись так? Ну вот, бывает такое, черный период. То есть у нас так состава не было, то есть все говорили, слабая команда, самая слабая за 20 лет, а еще переломались они все перед чемпионатом мира. Вот бывает же такое, а? Ну ничего, зато у нас эти стадионы красивые. Это знаешь, как в гости, когда идешь, вот рассчитываешь быть в форме, а раз и унесли потом. Это больше по твоей части, чем по моей, да. Ну что, друзья, еще раз напомним по поводу футбола, если у вас есть вопросы, Михаил с большим удовольствием на них ответит. Куда писать, спросите вы, я вам отвечу. Писать на наш WhatsApp и Viber. Плюс 7909-928-189, и у нас есть группа ВКонтакте, там есть специальный пост, как раз нашей программе сегодняшний посвященный. Я его закрепила в самом верху. Да, молодец. Ну а в гостях у нас сегодня, напомним, корреспондент из Дальского дома «Спортэкспресс» Михаил Гончаров. Есть у нас еще чуть-чуть времени сейчас. У нас Леонид Агутин с летней песней «Самбо». А через 2-3 минуточки мы к вам вновь вернемся. Страна ФМ и «Спортэкспресс» представляют. Стране о спорте. Лайф. Стране о спорте на телерадиоканале «Страна ФМ». Продолжаем мы обсуждать футбол. Слушайте, какая интересная тема. Но вот самое главное, что нужно как-то все равно немножко задеть вот эту тему стадионов. Я понимаю, что мы про нее говорили, 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 говорили. Но ведь не обойти. Но дело в том, что уже прошло определенное количество времени. Возможно, что-то поменялось. В ту или иную сторону. Надеюсь, что все-таки в лучшую. Михаил Гончаров у нас в гостях. Миш, ты в курсе вот тех событий, которые происходят? На какой степени? Мы понимаем, что уже должно быть готово все, наверное, по большому счету. Уже должны быть какие-то матчи сыгранные, чтобы попробовать. Ну да, у нас уже многие стадионы сданы. Многие уже вовсе эксплуатируются. И будут тестовые матчи в ближайшее время. Тестовые матчи, то есть чтобы люди посмотрели, как все работает. Они пройдут, например, в ближайшее время в Нижнем Новгороде. Пройдут в Екатеринбурге. Еще один. Один состоялся, еще один будет скоро. И в Калининграде. А проблемный город у нас только один. Это Самара. Ну и Калининград, кстати, насколько мне кажется. Ну Калининград уже в тестовый матч сейчас будет уже 11 числа. Слушайте, я не помню, на каком именно объекте. Но там вип-ложи, где должны первые лица присутствовать. Там крышу забыли сделать. И подумали, ну никто не заметит. А так в Самаре как раз. А приехала комиссия и сказала, что крыши у вас нет. Да, я недавно был в Самаре, конечно, погулял вокруг стадиона. Но им еще работать так и работать очень долго. То есть реально еще много. А был на прошлом деле. Да, легкое отношение к жизни, к спорту и вообще. Слушай, а скажи мне еще, пожалуйста, нам об этом говорили. Но я, честно говоря, не помню, а очень интересно. Динамо-стадион, который здесь вот у нас, недалеко совсем, в Москве. Он будет? Нет, да? Он не будет задействован. Потому что говорили, что его вроде бы открывают к чемпионату как раз. Хотели задействовать как тренировочную площадку. Но, я понимаю, не успевают. Не успевают уже. Уже потому что от матча товарищеского отказались. Ну и ладно. Зато будет новенький стадион. Его уже вот делают, делают. Просто было бы очень неудобно. Бешком можно практически кидать. Ну долго, но можно. У тебя машина есть. Ты обеспеченный человек. Поедешь и доедешь куда-нибудь. Ну что, будем заканчивать. Тема, на самом деле, бесконечная. И мы поговорим, может быть, в следующий раз или с Михаилом, или с его коллегами, которых мы, как всегда, с большим удовольствием ждем. Михаил Гончаров, корреспондент из Дательского дома «Спортэкспресс», был у нас в гостях. Миш, большое спасибо. Огромное спасибо, что приходят. С удовольствием приду. Ну, обязательно обсудим футбольные события. И удачные командировки. Спасибо. С вами эти четыре часа были Влад Кутузов. Валерия Майорова, друзья, в следующем часе. Лиза Калинина встречайте. Лиза Калинина встречайте. Лизу Калинину встречайте. Все, завтра вернемся к вам в 7 утра рано. Пока. Пока, счастливо.